Добрый вечер! В эфире Городские новости. Из этого выпуска вы узнаете о том, удалось ли риотовским коммунальщикам сдержать свои обещания и дать тепло во все дома города. О том, что в планах городских властей на южной стороне Риутова открыть социальную столовую и построить на территории Центр социального обслуживания КЛЁН мини-интернат. И перейдет ли Владимир Джубанов из 2-го дивизиона премьер-лигу, сменив клуб риотов на Сатурн РЕН-ТВ. Подробности через пару секунд. Сегодня на оперативном совещании в администрации опять поднимался вопрос по подготовке Риутова к отопительному сезону. Напомним, что еще на прошлой неделе директор риотовской теплосети Валерий Калинин пообещал, что с сегодняшнего дня все дома будут отапливаться. К понедельнику в городе была полностью возобновлена работа на котельных. При этом только в пяти домах до сих пор не топят. Связано это с ремонтом теплотрасс. Что же касается трех домов по улице Некрасова, Валерий Калинин сказал, что ремонтные работы закончатся в самое ближайшее время. В минувшую пятницу в Московском областном доме искусств Кузьминки прошла конференция, посвященная десятилетию Московского областного фонда обязательного медицинского страхования. И сегодня в администрации главный врач центральной городской больницы Константин Лакунин сообщил о том, что риотов признан одним из лучших городов по развитию сферы здравоохранения Московской области. В качестве признания заслуг городской больницы передали новый комплекс реанимационного оборудования. Оно будет установлено в городской больнице. И вероятно, скорее всего, служить в качестве оборудования детской реанимационной палаты, над которой мы сейчас работаем и собираемся запустить ее к работе в самое ближайшее время. Также правительство Московской области выделило риотово два новых санитарных автомобиля на базе модели ОАЗ. В минувшую пятницу во дворце культуры МИР прошел праздник, посвященный Дню пожилых людей. Там стало известно, что в планах городских властей открыть на южной стороне Риотова социальную столовую и построить на территории Центра социального обслуживания «Клен» мини-интернат, рассказывает Елена Чиненова. На торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых, были приглашены свыше тысячи человек – труженики тыла и городских предприятий, председатели общественных организаций. В нашем городе около 19% населения – люди пожилого возраста, от 75 лет и старше. В Риотове создана разветвленная сеть социальных учреждений, помогающие им в решении проблем. То, что у нас в городе построен Центр социального обслуживания «Клен» – это великое дело. Я думаю, что пожилому человеку не хватает общения. И вот наш центр дает возможность чувствовать, что рядом есть люди, которые всегда могут помочь. В Риотове четко выполняются все законы, которые принимаются в стране и области, касающиеся социально незащищенных людей. Уже много лет действует фонд социальной поддержки населения. Более двух миллионов рублей ежегодно идет на материальную и адресную помощь. Мы будем стараться как-то искать новые источники пополнения этого фонда, финансирования этого фонда, чтобы, конечно, он мог помочь как можно большим людям в трудной ситуации. Один из основных моментов мероприятия – вручение грамот и сотовых телефонов девяти социальным организациям, среди которых – Общество ветеранов НПО «Машиностроение», Риотовская организация «Общество инвалидов», Ассоциация ветеранов здравоохранения и управления образованием. Здесь же в зале состоялось торжественное чествование золотых юбиляров. На сегодняшний день в Риотове проживает 32 пары, но на праздник смогло прийти лишь 18 пар. Никогда не ругались, все мирно жили. И вот до сих пор, видишь, какие неплохо выглядимы. Затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие солисты Московского театра «Оперетта», группы «Ритм» и шоу группы «Карагот». Сегодня в нашем городе проводится большая работа в социальном направлении. В планах городских властей на южной стране Риотова открыть социальную столовую и построить на территории Центра социального обслуживания «Клен» мини-интернат, чтобы люди пожилого возраста находились в Риотове, а не в другом городе или районе. Корпус будет рассчитан на 30-35 человек. И в этот же день в Молодежном центре «Дружба» в рамках празднования Дня пожилого человека были приглашены люди, большую часть своей жизни отдавшие Риотовской мануфактуре. О том, как старейшее предприятие Риотова чествовало своих ветеранов, материали Тимура Мациева. Риотовская мануфактура – одно из старейших в России предприятий по выпуску пряжи для трикотажной промышленности. Датой основания фабрики считается 1843 год, когда московский купец с первой гильдии Мазурин приобрел земли вокруг сельца Риотова, построил четырехэтажный корпус для бумагопрязельного производства и оснастил его английскими машинами и паровыми турбинами. В этом году Риотовскому мануфактуру отметила 160 лет. Для многих приглашенных на праздник большая часть жизни прошла именно на фабрике, где она была их кормильцем и вторым домом. А поэтому сегодня так много народу пришло на это мероприятие. Все началось уже в холле, с танцев под веселую мелодию гармониста. Среди собравшихся большинство женщин, так как именно они составляли и составляют основную часть работников мануфактуры. Многие из них участники Великой Отечественной войны. С приветствием к собравшимся обратила заметитель главы города Анна Бабалова. Прежде всего я хотела вам сейчас передать слова самой высокой благодарности, признательности и поздравлений от имени главы нашего города Александра Николаевича Ходорева, по инициативе которого мы сегодня собрались. Далее в программе праздничный концерт, во время которого зрители дружным хором подпевали артистам, исполняющим мелодии прошлых лет. Выступали группа «Ритм», артисты Московского оперного театра и творческой самодетельности. Посмотрев на единый коллектив собравшихся, дружно подпевающих и отплясывающих, видишь дружную команду, которые по сей день встречаются и обсуждают прожитые годы. Все бы вернулось обратно, вернулась бы молодость, я бы такая же была молодая, энергичная, мы даже на минутку не могли опоздать, как сейчас молодежь могут и не выйти на работу, а мы каждой минутой дорожили. У фабрики сейчас период не из лучших, и ткачихи вспоминают и старые добрые времена, когда этот праздник отмечался ежегодно. Идеей проведения служило сближение и дружба между трудовыми коллективами, однако все надеются, что с приходом нового гендиректора все изменится, и традиции будут возрождены. Здесь очень хорошо было фабрика, наш хлеб был. Такой коллектив, такая просто одна семья была в фабрике. Как говорят эти женщины, они бы продолжили свой трудовой путь, однако не позволяет состояние здоровья. А поэтому радуются тому, что администрация города и комитет социальной защиты предоставляет возможность хоть как-то участвовать в жизни ревутовской мануфактуры. И на днях в ряде средств массовой информации прошла информация о том, что капитан команды футбольного клуба «Реутов» Владимир Джубанов готовится к переходу в команду премьер-лиги «Подмосковный Сатурн» РЕН-ТВ. Олег Романцев собирает своих воспитанников под крышей областного клуба. Слухи о том, что правительство Подмосковья согласно выделить главному тренеру на покупку экс- и действующих «Спартаковцев» сумму от 7 до 10 миллионов долларов ходили уже давно. А информация о том, что чемпион России 1996 года Владимир Джубанов рассматривает возможность своего перехода, появилась в конце прошлой недели. И вот как нам прокомментировали эту ситуацию в футбольных клубах. Вы слышали, а мы первый раз слышим. Я ничего не слышу. Девушка, а кто может сказать? У нас нет такой информации. Никто из представителей обеих команд телефона Владимира Джубанова нам не дал. Ответ был простым. Нечего ему звонить, пусть лучше играет. На этом пока все. Я с вами прощаюсь до 21.30. А впереди вторая часть до и после новостей. Продолжение следует...